Эй, друзья! Привет-привет! И сегодня у меня день рождения! Е-е, ура! Я записываю видео в четверг, дня рождения еще нет, но... День рождения — это такой прекрасный праздник, я его очень люблю, очень уважаю, считаю, что необходимо праздновать и, конечно же, создавать себе самому настроение. И один из способов для меня настроиться на то, что у меня будет праздник, на то, что я тут родилась, пришла в этот мир творить красоту, творить чудесное. Это вот запись такого видео, где вы как раз сможете меня в комментариях поздравить. Принимаю, принимаю. 37. Да, мне исполнится, я все время забываю, но это нормально, хорошо. Есть калькулятор как на телефоне, так и в голове, где можно посчитать, сколько мне лет. Вот, хорошо, что я помню хотя бы год своего рождения, он не меняется. Поздравить меня, кстати, вы можете, как всегда, приятными комментариями. В описании к видео есть еще варианты, я знаю, вы такое любите, и в прошлом году очень меня порадовали хорошо. Также вы можете сделать еще классную приятность — это поделиться каким-то моим видео, которое вам очень понравилось, которое что-то вам дало интересное, какие-то мысли для размышлений, как-то помогло вам. И если вы поделитесь в соцсетях, отмечайте меня, не забывайте. Мне будет очень приятно, это будет один из самых классных подарочков. И в этом видео я хочу немножко поговорить про сам день рождения, про то, как обычно он проходит. Это будет такая лайтовая болталка, потому что я пока вообще не знаю, если честно, как у меня будет проходить завтрашний день. Поэтому вот ищу какие-то идеи, и, возможно, в процессе видео они придут. Я очень люблю день рождения, как я и сказала, потому что это действительно очень важный день. Это тот день, когда вы пришли в этот мир, капитан очевидность, привет, все в чате. И не все празднуют этот день, но я считаю, что, во-первых, самопразднование, оно может быть абсолютно разным. То есть я уверена, что в этот день нужно максимально все посвятить себе. Даже если вам хочется побыть одному, вот и сделайте такой праздник для себя. У меня был такой момент, такой день рождения, когда мне хотелось просто почилить, куда-то съездить, сходить на маникюр, сходить в салон красоты. И я все это сделала, и это было прекрасно. Я провела потрясающий день рождения, хотя он, в принципе, был, возможно, обычным для какой-то барышни, которая вот ходит там по салонам и прочим. Я же решила вот просто подарить время себе именно таким способом, и была очень довольна. У меня были дни рождения, когда устраивались там и тусовки, это тоже весело, классно. Но, честно скажу, сейчас я немножко отхожу от этого, потому что хочется чего-то более камерного. И в плане тусовок я точно буду отмечать, скорее всего, отдельно с разными компаниями, потому что хочется, повторюсь, еще камерность какой-то. Но, вспоминая фильм «Великая красота», какие там итальянские тусовки, я думаю, что в моей жизни еще будет такая огроменная крутая вечеринка, где соберу вообще всех-всех, и будет классно. Да, это будет. Я решила, надо себе загадать на какой-нибудь день рождения. Сейчас хочется поразмышлять, что бы я хотела завтра сделать. Первое, если честно, мне хочется выспаться. Мне очень повезло, завтра пятница. Тренировки, которые я обычно посещаю, сейчас перенесены на четверг, на летний период, поэтому я на их не хожу, но я думаю, может быть, мне выспаться еще, сходить на спорт, просто хотя бы побегать, не знаю. Но первое, это, конечно, вот просто почилить. Я хочу поделать маникюр, полежать в ванной какой-нибудь расслабляющей, поделать масочки и вот что-то такое. Возможно, даже поработать, потому что порисовать — это святое. И еще я уезжаю немножечко отдохнуть, отпраздновать свой день рождения на этих выходных, поэтому, так сказать, небольшая интрига, меня в городе не будет. И это тоже накладывает свой отпечаток, потому что вылетаю я ночью, а как бы что делать днем, в общем, посмотрим. Я надеюсь, все сложится. И потом с вами, конечно, поделюсь, как именно я отпраздновала полноценно на выходных свой день рождения, какие кайфы себе дарила и какие кайфы получала в подарок. В общем, я немного в предвкушении, тут заспойлерила уже. И я, честно, даже не знаю, буду я снимать что-то или нет. Я, правда, я пока не знаю вообще, что происходит в этой жизни, но мне кажется, что-то классное. Хочется, конечно же, традиционно подвести некие итоги. Обычно я подвожу итоги года под конец года непосредственно. Я очень люблю и Новый год, и для меня как раз это является какой-то отправной точкой. Но когда речь заходит об итогах своих в день рождения, я всегда акцентирую внимание на какие-то свои такие личные достижения, больше такие эмоциональные. И здесь, когда я переставляю список того, что происходило за последний год, как-то не знаю, на чем положительном сфокусироваться. Год был непростой, но я понимаю, что я очень круто выросла. И многое про себя поняла, осознала, и пришло какое-то такое спокойствие и понимание, как двигаться, что делать, какие именно есть затыки, что надо решать. Потому что год такой был какой-то тонусный, напряженный. И по итогу я уже рассказывала, как бы такого выхлопа, который я ожидала, я не получила. И думаю, блин, господи, а зачем напрягаться вот в таком формате? Потому что напрягаться все-таки нужно правильно. И, наверное, я только сейчас начинаю догонять всю эту историю с процентовкой по результату, когда 20% ваших действий дают 80% результата. Все действительно так и есть. И я увидела очень хорошо мои вот эти вот все тревожнические, переживальнические дела, связанные с гиперответственностью, над которыми нужно работать. И я реально взялась за это. Как я раньше относилась к этому? Это я, я такая, вся, короче, эмоциональная, у меня все супер, я как бы все вывезу. Да, психолог помогает, но сейчас я понимаю, что немножко нужно переформатировать вот этот подход к себе, к работе над собой. И уже у меня была консультация с одним из специалистов. Короче, я прям радуюсь тому, что как-то, знаете, встает как будто на другие лыжи все, на какие-то новые, что ли, не знаю, хорошо смазанные. Ну, я надеюсь, либо сейчас я их как раз промазываю. И, наверное, главное такое достижение этого года, которое под конец вот пришло, наверное, месяц назад, это такое некое возвращение к себе именно как к женщине, как к самке, хочется, я очень люблю это слово. Потому что убежала я от этого немного и потерялась на этой тропиночке. И когда ты вновь начинаешь ощущать себя собой, это, конечно, потрясающее состояние. И я очень рада, что я пришла к этому. Но понимаю, что это та же самая работа над собой, что нужно не забывать уделять себе время, опять же, праздновать свой день рождения так, как именно ты этого хочешь. Быть девочкой. Да, все наши сильные, супер-мега-качественные стальные яйца, это все хорошо, но когда оно направлено на то, что нужно. Вот. И мне оказалось очень важно помнить, кто я есть внутри, какие у меня в базе есть качества, которые я должна реализовывать, которые я хочу реализовывать. А это все-таки больше про что-то более мягкое, что-то женское, вот именно базовое. Нет, я не буду заканчивать там фигачить, много-много работать, как я люблю, нет, буду. Но поменялось вообще к этому отношение. Может быть, как-то поподробнее об этом расскажу, но тоже для этого нужно время, потому что когда происходят какие-то изменения, ты начинаешь их нащупывать, ты вроде бы понимаешь, что как, делаешь какие-то выводы, говоришь, что надо делать, но общую картинку можно увидеть только по прошествии какого-то времени, когда ты будешь видеть уже результат своей активности. Возвращаясь к теме, что я, например, упахивалась весь последний год и получила такой же результат, как и два года назад, когда я не так напрягалась, я поняла, что, блин, что-то не то. Хотя вроде все было тоже распланировано и четко. Так что здесь подобная история, не буду забегать вперед, потому что смысла в этом нет, ничего как бы еще понятно не будет. Не знаю вообще, понимаете ли вы, что я тут несу, но общий посыл в том, что, мне кажется, приходит какое-то такое правильное, гармоничное состояние, спокойное состояние, где ты чувствуешь себя собой и позволяешь себе быть тем человеком, которым ты являешься. И вот это классно. Удивительно, что на разных этапах жизни мне кажется, что я вот, блин, вот я такая, да, я та. Но с каждым годом появляются какие-то новые нотки в этом всем, и ты еще лучше начинаешь чувствовать себя. Вообще, конечно, жизнь — это что-то такое удивительное. Когда ты маленький, тебе кажется, что 30-летние — это уже какие-то дяди-тети, а сейчас, ну, время, конечно, тоже дает о себе знать. Я еще больше, мне кажется, чувствую себя молодой, открытой и готовой вот действительно к какой-то полноценной жизни, что реально не может не радовать. И я надеюсь, у вас у всех тоже с каждым годом появляется какое-то такое правильное ощущение, вы набираетесь какой-то мудрости, становитесь еще более целостным, как бы мы долго ни шли, ни работали над чем-то, над собой в первую очередь, все равно нет какой-то финальной точки. И мне кажется, это круто, потому что это дает какую-то свободу в вот этой вот продолжительной работе, когда ты живешь ради процесса, так сказать, ты кайфуешь от того, что происходит, и не бежишь как какой-то фанатик до вот этого финиша, которого на самом деле не существует. И существует ли завтра, если оно сегодня? Сразу вспоминаются всякие такие умные цитаты. Короче, какая-то глубина начинает все больше и больше раскрываться в жизни, в ее восприятии, и это, правда, очень-очень меня радует. Сейчас сижу с таким умиротворением, рассказываю про день рождения, и мне кажется, у меня складывается представление, как я проведу завтрашний день. Он будет вот примерно на таком вайбе спокойствия, погружения в себя и в сборах вещей. Я как раз, кстати, заказала чемодан, у меня будет подарочек себе на день рождения. Я каждый раз такая, а что мне себе подарить? И тут у меня даже есть две идеи, вот, и вот одна из них чемодан, который, думаю, ну, надо себе классненький какой-нибудь чемоданчик небольшой взять для таких вот небольших трипов. Ну, и не будем затягивать, я буду принимать от вас поздравления. Да-да, и мы тут много говорили про всякие тут изменения. Очень хочется вас тоже послушать, тех, кто смотрит меня давно. Но я очень люблю читать, что вы именно замечаете, какие-то перемены, потому что со стороны всегда виднее, и некоторые комментарии прям вот реально западают в душу и открывают даже на что-то глаза, помогают еще лучше понять себя. И я очень рада, что продолжаю вести ютубчик, безумно люблю его, спасибо, что смотрите, что поддерживаете меня здесь. Это, правда, безумно приятно. Лайкосик не забываем ставить, подписываться на канал. Господи, как я забываю, устаю вот это вот все повторять, но это необходимо делать, чтобы никто не забыл. И я, правда, рада напоминать. И я надеюсь, в следующем моем году будет еще больше классных видео, они будут еще более целостными, еще более вдохновляющими вас, что очень важно для меня. И, конечно же, ютуб — это всегда некий такой дневник памяти, через который можно посмотреть на свою жизнь, на себя немножко другими глазами. Это как некие такие письма счастья. Вообще надо взять себе за идею записывать такие послания в будущий, в следующий год. Типа, Катя, ты вот что там сделала, не сделала, о чем говорила, да. И в прошлом году я тоже записывала, по-моему, видео, либо позапрошлом, и я обязательно пересмотрю, сделаю это. Кто не ведет блоги, не фиксирует такие вещи, я рекомендую просто пролистать свою фотогалерею на телефоне, либо на компьютере, и это тоже даст вам очень неплохое представление о том, кем вы были, кем вы стали, что вам нравилось, что вам не нравилось. Это, правда, очень-очень полезно. Иногда раз в год, тем более в день рождения, вот так вот оборачиваться и смотреть, а что было, откуда мы шли и до чего мы добрались, насколько вам хорошо от этого или нет. И даже если не очень какие-то воспоминания, какие-то события, все равно это закладывает базу для того, чтобы сделать потом что-то очень, что-то хорошее и классное, опять же, для себя, чтобы становиться лучше. Вот. Все. Еще раз с днем рождения меня. Спасибо большое, что вы со мной. Спасибо за поздравления заранее. Сейчас, как Катя сказала, там ни одного комментария не будет. Поржали. Я себе желаю море сил, уметь расслабляться даже в самых сложных и непредвиденных ситуациях, наслаждаться жизнью, получать максимум удовольствия от всего, от просмотра фильма, от вкусной еды, от вечерних прогулок, в общем, от всего, от всего, что есть в этом прекрасном мире. И вам тоже этого желаю. Мне кажется, это никому не будет лишним. На этом с вами прощаюсь. У всех, у кого день рождения сегодня, либо в ближайшие дни, либо прошел, я вас тоже сердечно поздравляю. Пусть у вас будет все классно. И увидимся в следующих видео. Буду с нетерпением ждать, что же получится из моего празднования. Ну и, как всегда, можно меня будет найти в соцсетях, в запрещеночке, в телегушке. Я буду выкладывать всякие красивости. Вот, и если кто-то угадает, куда я сматываюсь, это будет очень-очень прикольненько. Так что, да, можете свои варианты выкладывать в комментариях. Все. Целую, обнимаю. Пока. С днем рождения. Меня.